Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала! Не секрет, что одной из основных целей ослабления казахского ханства, которое впоследствии привело к ряду поражений от джунгар и началу колонизации казахских земель Российской империи, является то, что у казахов не было массово огнестрельного оружия. И мне много задают вопрос, а почему казахи не смогли овладеть огнестрельным оружием? И сегодняшний мой видеоролик будет ответом на этот вопрос. В начале я хочу сказать, что основными регионами производства огнестрельного оружия были Китай и Европа. Если Китай почти до 15 века скрывал секрет изобретения пороха и его использования при производстве огнестрельного оружия, то Европа наоборот активно превращала огнестрельное оружие в предмет международной торговли. И именно из Европы в Московское княжество в 16 веке попадают первые огнестрельные оружия, которые получают название Пищаль. Также вскоре огнестрельное оружие попадает в Персидскую империю, где ее начинают интенсивно использовать при осаде крепостей и городов. По мере роста территории Персидской империи в сторону Центральной Азии растет и ареал распространения огнестрельного оружия. Однако в Дэшке-Кипчаке и Казахской степи огнестрельное оружие не распространялось быстро, и это объяснялось целым рядом факторов. Во-первых, в степи было мало городов, и основной театр военных действий располагался в открытой местности, и потому предпочтение степные государства отдавали комному войску. Во-вторых, первые пушки и ружья были большими, громоздкими, требовали особого ухода, приносили немалые проблемы при транспортировке, а конница, наоборот, была маневренным видом армии и позволяла за короткое время без труда преодолевать большие расстояния. Само по себе огнестрельное оружие еще не давало необходимого преимущества в начале. Из ружей того времени невозможно было стрелять, оставаясь верхом на лошади, и в этой связи необходимо было сражаться пешком. А воину-кочевнику было западло сражаться пешком. Поэтому кочевники, которые все же сталкивались с первыми видами огнестрельного оружия, спокойно побеждали в боях. Дело в том, что заряжать первые ружья и пушки было не так уж просто, и для этого требовалось время. И пока заряжали ружья, воин-кочевник на своем коне спокойно достигал позиции врага и убивал противника, который не успевал зарядить свое ружье. И последнее. У кочевников культивировался образ воина-батыра, который должен был доказывать свое превосходство только в поединке. Не зря каждое сражение в степи начиналось с поединка батыров. Поэтому практически до смерти эмира Тимура в Центральной Азии огнестрельное оружие не было развито. Огнестрельное оружие считалось оружием оседлых народов, в то время как кочевники относились к ружьям, из которых можно было убить врага на расстоянии, как к оружию труса. Но технический прогресс не стоял на месте. И постепенно огнестрельное оружие совершенствовалось. Однако этот прогресс происходил крайне медленно, и кочевники, которые презирали огнестрельное оружие, особо этим не интересовались. В степи продолжал господствовать культ воина и батыра, победителя поединка. Первыми регионами в Центральной Азии, куда пришло огнестрельное оружие, стали базары Бухара и Самарканда. И некоторые дальновидные казахи прекрасно понимали, насколько перспективным будущим может стать овладение огнестрельным оружием. Первым казахским ханом, который стал стремиться к этому, является доблестный Тауэкель Бахадур. Проведший всю свою молодость в междоусобных войнах в Азии и не развидевший губительную силу артиллерии, Тауэкель, став казахским ханом, стал стремиться к вооружению казахов огнестрельным оружием. Однако взять огнестрельное оружие Тауэкель Бахадур мог только из четырех регионов – Китая, Москвы, Бухары и Персии. Китай отпадал сразу, так как китайцы упрямо продолжали хранить верность запрету вывоза пороха за пределы своей страны. Бухарское ханство также отпадало, так как именно это государство стало основным соперником казахов в борьбе за пресвердоринские города. И, конечно же, богатые бухарские купцы не пускали свои караваны, в том числе и с огнестрельным оружием, в земли своего врага – казахов. И тогда Тауэкель Бахадур обращается с просьбой к далекой тогда Москве. Общеизвестно, что в 1594 году Тауэкель отправил посольство во главе с Кул Мухаммедом к московскому царю Федору. Официальной целью посольства было спасение из русского плена племянника Тауэкеля Ораз Мухаммеда. Однако на самом деле главной целью посольства было приобретение огнестрельного оружия и привоз мастеров-оружейников. Это подтверждается тем, что в ответной царской грамоте, которая была вручена казахскому послу в марте 1595 года, царь Федор сообщал, что готов прислать казахскому царю огненного бою. Но в ответ высказывалось желание, чтобы Тауэкель, будучи под нашей царской рукою и по нашему царскому повелению, будет воевать бухарского царя и изменника Кучума, царя Сибирского. То есть Тауэкель в обмен на огнестрельное оружие должен был принять московское подданство и начать войну с бухарским и сибирским ханствами по воле Москвы. Этого, конечно же, доблестный Тауэкель не мог позволить. Во-первых, свобода и независимость родного народа была дороже всего. Во-вторых, будучи ревностным мусульманином, Тауэкель не мог позволить себе воевать против единоверцев на стороне неверных. И потому Тауэкель отказался принять подданство Москвы и начал искать другие пути приобретения огнестрельного оружия. Теперь его взоры повернулись в сторону Персидской империи сефевидов. О том, что между казахским ханством и Персией были проведены переговоры, можно узнать из русских архивов, в которых ясно указывается, что в 1595 году вместе с казахским послом Кул Мухамедом выехал в казахскую степь и шахов человек Дервиш Магмед. Известно, что персидский посол Дервиш Магмед действительно встречался с Тауэкель ханом. Однако результаты этих переговоров не попали на страницы документов, и мы не знаем, чем они завершились. Хотя последующие события дают нам понять, что и Персия потребовала от казахского хана принять ее подданство, а доблестный Тауэкель вполне очевидно отказался. И это доказывается тем, что иранский посол, который мог быстро вернуться на родину через территорию казахов, был вынужден снова вернуться в Москву и окружным путем возвращаться в Персию. Следующим казахским правителем, который продолжил политику Тауэкеля, стал его племянник, не менее отважный хан Салхам Жангир. Жангир прекрасно понимал, какую роль в войнах может сыграть огнестрельное оружие и приложил все усилия для того, чтобы овладеть им. При этом основными поставщиками огнестрельного оружия оставались все те же Китай, Россия, Иран и Бухара. И Жангир останавливает свой выбор на Бухаре, которым правили хотя и враждебные, но все же родственные чингизиды. Однако, в отличие от своих предшественников, которые просто шли на войну или на переговоры, Салхам Жангир начал издалека. Вначале он заключает мир с Бухарским ханством и выдает свою дочь Хазах-Ханым за правителя Бухары Абдул-Азиза. Благодаря такому союзу Жангир беспрепятственно закупает на рынках Бухары огнестрельное оружие и порох. Затем Жангир восстанавливает отношения с могучим правителем Самарканда Жалантес Бахадуром и договаривается о присылке в казахскую степь мастеров-оружейников. Однако мудрой и дальновидной политике Салхам Жангира не суждено было сбыться. В 1652 году Салхам Жангир погибает в поединке с жунгарским воином Галдамой. После его трагической смерти в казахской степи начались очередные междоусобицы. В яростной борьбе за ханский престол казахским султанам было уже не до огнестрельного оружия. А вскоре в 1656 году умирает Жалантес Бахадур, который так напрасно и прождал приглашение для уже приготовленных мастеров-оружейников. После Салхам Жангира никто уже к Жалантесу не обращался с просьбой прислать мастеров-оружейников. И больше уже история такого шанса казахам не предоставила. После гибели Салхам Жангира фактически всем казахским ханством уже никто не управлял. Его преемники уже зависели от воли и желаний биев и батыров, управлявших крупными племенами. Когда же в начале 18 века на первое место в Центральной Азии постепенно выходит Джунга, то ситуация усугубляется еще больше. Теперь и Россия, и Китай придерживаются политики натравливания джунгар и казахов друг против друга. Самое интересное, и Россия, и Китай старались обеспечить огнестрельным оружием именно джунгар. Как вы думаете, почему? А все дело в том, что и Россия, и Китай прекрасно понимали, что джунгарам никогда не одолеть казахов без огнестрельного оружия. И Россия, и Китай прекрасно понимали, что казахи, если их оставить один на один с джунгарами, просто разгромят их. А в таком случае и России, и Китаю придется забыть о присоединении новых земель. Поэтому джунгары активно получали помощь в виде огнестрельного оружия и с Китая, и с России, хотя, конечно же, в ограниченных масштабах. Русские и китайцы давали джунгарам ровно столько оружия, сколько бы им хватило на то, чтобы противостоять отважным казахам, но не давая при этом усилиться самим джунгарам. В конце концов, такая коварная политика дала свои результаты. Вначале казахи и джунгары ослабили друг друга, а затем потеряли независимость. Джунгары были уничтожены Китаем, а казахи стали колонией Российской империи. Так что казахи стали жертвой своей отчаянной храбрости и отсутствия единства. Если бы наши батыры не были бы такими гордыми и не презирали бы трусость, то давно уже овладели бы огнестрельным оружием. Если бы наши казахские султаны и ханы в первую очередь думали бы о единстве страны и народа, то казахское государство не потеряло бы свою независимость. И сегодня в независимом Казахстане мы должны извлечь уроки из прошлого. Отчаянная храбрость, безумная гордость и игнорирование единства не должны больше повториться в казахской истории.